Движемся, коллеги, дальше по нашей программе и предоставляем слово доценту нашей кафедры, Бобровой Ларисе Александровне, которая светит тоже очень важный аспект, который может встретиться в практике терапевта. Это тромботические осложнения, потому что, конечно, пациентов с нефротическим синдромом в основном ведет нефролог, но мы знаем, что и терапевтам приходится таких пациентов наблюдать. Пожалуйста, Лариса Александровна. Добрый день, уважаемые коллеги, уважаемые председатели. Говоря о проблеме тромбозов при нефротическом синдроме, необходимо определить, как часто эти тромбозы развиваются, кто подвержен наиболее высокому риску их развития, почему этот риск при нефротическом синдроме возрастает и какие у нас есть возможности, чтобы предотвратить развитие тромбозов у пациента. Для нефротического синдрома характерно развитие разнообразных осложнений, но наиболее частыми из них являются наряду с инфекциями и тромбозы, как венозные, так и артериальные. Чаще всего при нефротическом синдроме развиваются венозные тромбозы. Их частота, по последним данным, составляет 25%. Однако особенностью венозных тромбозов при нефротическом синдроме является их нередко бессимптомное течение. И зачастую они оказываются случайной находкой при проведении дополнительных инструментальных методов обследования. И частота таких бессимптомных тромбозов может достигать, по некоторым данным, 70%. Венозные тромбозы необычных локализаций – подмышечные, еремные, селезеночные, печеночных вен и вен других бассейнов – это редкие осложнения нефротического синдрома. Среди венозных тромбозов преобладают тромбоэмболии легочной артерии, а также тромбозы почечных вен и глубоких вен нижних конечностей. Большинство случаев венозной тромбоэмболии, а, впрочем, и артериальных тромбозов развиваются в первые 6 месяцев после дебюта нефротического синдрома. И в течение первого года персистирования нефротического синдрома заболеваемость венозными тромбозами в 30 раз превосходит таковую общую популяцию. Артериальные тромбозы у взрослых пациентов развиваются гораздо реже, и поэтому на сегодняшний день они менее изучены. Абсолютный риск венозных тромбозов составляет около 3 на 1000 пациентов, и это почти в 3 раза выше по сравнению с тем, что регистрируется в общей популяции. Частота тромбозов при нефротическом синдроме различается между первичными и вторичными причинами нефротического синдрома, а также варьирует среди различных гистологических вариантов поражения почек. И сегодня уже установлено, что морфологический вариант является независимым от уровня альбумина сыворотки крови фактором риска развития тромбозов. Наиболее часто тромбозы, как венозные, так и артериальные, наблюдаются при мембранозной нефропотии. Кумулятивная заболеваемость при других гистологических вариантах нефритов достигает где-то 20-24%. Что касается артериальных тромбозов, то точная частота их неизвестна, так как оценить ее популяции больных нефротическим синдромом нелегко, поскольку у лиц, особенно старшего возраста, нефротический синдром сочетается со многими коморбидными состояниями и другими общими факторами риска артериальных тромбозов. Однако в 2019 году было опубликовано самое крупное на сегодняшний день исследование. Выполнено оно было в Тайване с использованием регистрационных данных исследовательской базы по медицинскому страхованию. И в этот анализ было включено почти 4 тысячи пациентов с нефротическим синдромом в возрасте от 18 до 110 лет, а контрольную группу составили 14 тысяч пациентов без нефротического синдрома. И оказалось, что трехлетняя частота встречаемости ишемического инсульта в группе нефротического синдрома была 25%, в то время как в контрольной группе не превышало 16%. И при многофакторном анализе наличие нефротического синдрома было независимым фактором риска развития ишемического инсульта. Ежегодная заболеваемость артериальными тромбозами при нефротическом синдроме где-то составляет 1,5%, однако это 8 раз превышает риск для сопоставимой по возрасту группы контроля. В недавнем исследовании в ретроспективном правдок, в которое вошло 766 пациентов с морфологически подтвержденной идиопатической мемгронозной нефропатии частота артериальных тромбозов составила 10%. Кумулятивная заболеваемость вновь диагностированного артериального тромбоза была самой высокой в первые 6 месяцев от дебюта нефротического синдрома чуть более 4% и практически удваивалась в течение 5 лет после постановки диагноза. Несмотря на относительную редкость артериальных тромбозов еще в конце 90-х годов прошлого века было установлено, что нефротический синдром увеличивает риск острого инфаркта миокарда в 5,5 раз, а риск смерти от него почти в 3 раза. Таким образом, справедливое утверждение, что нефротический синдром предрасполагает к развитию тромботических осложнений, то есть представляет собой классическое тромбофилическое состояние. Но как это не удивительно, до сих пор причины развития тромбозов при нефротическом синдроме точно не установлено, хотя об особенностях гемокоагуляции у данной категории больных много известно, и из представленного слайда ясно, что при нефротическом синдроме, независимо от его идеологии, существуют нарушения во всех звеньях процесса гемокоагуляции. Во-первых, имеется гиперфункция тромбоцитов, которая обусловлена гиперфибриногенами, гипоальгуминами, гиперлипидами. Помимо усиления агрегации тромбоцитов, гиперфибриногенами прибудет к ускоренной трансформации фибриногена в фибрин. В-третьих, развивается дефицит нашего главного естественного антикоагулянта, антитромбина-3, как за счет нарушения его синтеза, так и за счет потери с мочой. И, естественно, нарушаются и процессы фибринолиза. Еще одним важным фактором тромбообразования при нефротическом синдроме является проводимая лекарственная терапия. И прежде всего это глюкокортикостероиды и диуретики. Несмотря на то, что роль отдельных компонентов системы гемостаза в развитии тромбозов у пациентов с нефротическим синдромом достаточно хорошо изучена, локальные тесты исследования гемостаза, которые, как правило, входят в рутинную поогулограмму, которую мы проводим нашим пациентам, практически всегда остаются в пределах нормальных значений и не позволяют нам в целом оценить общекоагуляционный потенциал свертывающей системы крови. И поэтому внедрение глобальных тестов оценки гемостаза, которым относятся тромбоэластография, тест генерации тромбина, тромбодинамика может иметь большое практическое значение. И вот на данном слайде представлено недавно опубликованное исследование, которое включало 713 пациентов с нефротическим синдромом с различными гистологическими вариантами нефрита. И было выявлено, что у пациентов с нефротическим синдромом отмечались сдвиги в сторону гиперкоагуляционного состояния. И наибольшая выраженность этих изменений была зафиксирована у пациентов с мембранозной нефропатией. По данным тромбоэластографии было выявлено ускоренное начало процесса свертывания, усиление взаимодействия тромбоцитов с фибриногеном, активация функции тромбоцитов. А при сравнении параметров тромбоэластографии у пациентов с развившимися венозными тромбозами и пациентов, у которых тромбозы не развелись, оказалось, что вот эта группа с тромбозами отчетливо демонстрировала наличие гиперкоагуляционного состояния. Кроме того, параметры ТЭП коррелировали с показателями тяжести нефротического синдрома, а именно с уровнем протеинуи и альбумина сыворотки крови. И при многофакторном анализе оказалось, что уровень альбумина и коагуляционный индекс являются независимыми факторами риска развития венозных тромбоэмболических осложнений у пациентов с мембранозной нефропатией. Хотя эти исследования подтвердили наличие активации свертывающей системы крови у данной категории пациентов, что было, в общем-то, показано и в более ранних исследованиях на отдельных компонентах системы гемостаза, эти исследования также не дают нам ответа на основной вопрос, который нас волнует, это какая степень выраженности гиперкоагуляции приведет к развитию тромбоза, и что является той необходимой точкой для принятия решения о начале профилактической антитромботической терапии. Учитывая наличие связи показателей гемостаза с выраженностью гипоальбуминемии, именно она сейчас сегодня считается косвенным маркером высокого риска развития тромботических осложнений у пациентов с нефротическим синдромом. Факторами риска является гипоальбуминемия менее 25 граммов в литре, а при мембронозной нефроплоте этот порог выше составляет менее 28 граммов в литре. Наиболее высок риск при недавнем развитии нефротического синдрома, то есть не более 6 месяцев, имеет значение также выраженность гиперфибриногенемии и дефицит антитромбина-3. Кроме того, при принятии решения о начале профилактического лечения мы должны оценивать также факторы риска развития тромбозов, не связанные с нефротическим синдромом. Что касается антикоагулянтной терапии, то здесь у нас две стратегии – это лечение уже состоявшегося тромбоза и профилактика его развития. Если у пациента тромбоз уже произошел, то тогда начинается длительная терапия гипаринами, можно применять нефракционированный гипарин, но мы по известным причинам предпочитаем использовать низкомолекулярные гипарины. Терапию гипарином у пациентов с нефротическим синдромом проводят более длительно, чем это указано в стандартных протоколах. И кроме того, нужно помнить о том, что действия гипарина непосредственно связаны посредством взаимодействия с антитромбином-3, и поэтому при низком его уровне иногда нам приходится проводить и плазмотерапию пациентам с выраженным нефротическим синдромом. Затем переходит на пероральный прием антикоагулянтов. Рекомендуется применение варфарина ввиду его большей изученности, однако следует помнить о том, что при тяжелом нефротическом синдроме, когда выражена гиперпротеинемия, применение стандартных доз варфарина может приводить к кровоточивости даже при умеренном уровне МНО. Поэтому назначение препаратов этой группы требует осторожности, и лучше отложить это до купирования нефротического синдрома, а если это невозможно, то до того момента, когда уровень альбумина превысит 25 грамм в литре. Что касается пероральных прямых антикоагулянтов, ингибиторов 10 фактора или тромбина, то данных по их применению у пациентов с нефротическим синдромом сегодня очень мало, и ограничивается это в основном описанием отдельных случаев или групп пациентов. Самая большая, по-моему, сегодня составляет 8 человек. И по опубликованным данным, эффективность этих препаратов сопоставлена с эффективностью варфарина, хотя есть и описание, когда у пациентов с нефротическим синдромом на терапии новыми оральными антикоагулянтами происходило рецидивирование тромбозов. Длительность терапии точно не определена. Полагают, что ее следует проводить не менее 6 месяцев, а по некоторым данным даже 12 месяцев, и при этом нефротический синдром должен быть купирован. Таким образом, особенностями применения антикоагулянтов при тромбозах у больных нефротическим синдромом является необходимость длительного лечения низкоморрекулярным гепарином, которое частично обусловлено именно сложностями при использовании варфарина. Что касается профилактической терапии, больным с нефротическим синдромом низкомолекулярные гепарины назначают превентивно при наличии выраженной гипоальбуминомии, признаках гиперкоагуляции с активацией внутрисосудистого свертывания при дефиците антитромбина-3, если у пациента отмечалось развитие тромбозов в анамнезе, если диагностирована мембранозная нефропатия, а также определяются другие известные факторы риска тромбозов. Приступая к профилактическому лечению, мы должны помнить, что риск тромбозов варьирует в каждом конкретном случае. И, к сожалению, сегодня у нас нет инструмента, чтобы определить этот индивидуальный риск для каждого пациента с нефротическим синдромом, и поэтому мы ориентируемся на степень выраженности гипоальбуминомии. И нам необходимо найти тот тонкий баланс между пользой и риском осложнений от проводимого лечения. И вот на данном слайде представлен алгоритм принятия решения о начале профилактической терапии. Подход к выбору тактики определяется уровнем альбумина сыворотки крови и морфологическим вариантом нефрита. Если альбумин у нас менее 25 граммов литри, мы должны оценить риск кровотечения у данного пациента. Собственной шкалы для нефротического синдрома не существует, поэтому предлагается использовать шкалы Хасблет или Атри. И если у пациента нет высокого риска кровотечения, тогда необходимо назначить профилактическую антикоагулянтную терапию предпочтительно низкомолекулярным гепарином. Если же риск кровотечения высок, тогда мы должны обсудить возможность применения ацетилсалициловой кислоты. Если у пациента с нефротическим синдромом альбумин не снижается ниже 25 грамм в литре, но есть другие известные факты риска венозных тромбозах, мы должны перейти к левой части алгоритма. Если таких рисков нет, мы должны оценить риски развития артериальных тромбозов и при высоком их риске назначить аспирин. Если риск невысок, профилактическая антитромботическая терапия таким пациентам не показана. Таким образом, нефротический синдром справедливо относится к приобретенной тромбофилии с высоким риском развития как венозных, так и артериальных тромбозов, выраженность гиперкоагуляционных расстройств пропорциональна активности нефротического синдрома. Тромбозы могут развиваться при любой пломерулярной патологии, но чаще всего они развиваются при мембранозном нефропатии. Венозные тромбозы характеризуются бессимптомным течением у большинства больных. Основной особенностью антикоагулянтной терапии является необходимость длительного применения низкомолекулярных гепаринов. Что касается артериальных тромбозов, то антикоагулянтные и антитромбоцитарные средства по-видимому уменьшают риск их развития, но роль их в первичной и вторичной профилактике еще не определена. И нам необходимо исследование для определения точных маркеров риска тромбозов, чтобы улучшить наши методы лечения. Спасибо за внимание.